Книга «Открытым оком», первый том, тема молитвы, вопрос 54. Если христианин умирает внезапно, то при отпевании ему прощаются все грехи или нет? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Православным трудно прийти к мысли, что со смертью человека закрывается его, в кавычках, трудовая книжка жизни. Главное у них поступить, в кавычках, как принято, в кавычках, как положено. Считают неверующие люди. А сходится ли это со Словом Божьим, не интересуется ни один. В Библии же говорится, Галатам 6.7. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Экклесиаст 11.3. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь, и если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Об изменении же посмертной участи человека-грешника, не примирившегося до смерти со Христом, нет ни слова в Библии, ибо он идет в ад. Лука 16.23.26. Решается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Для внезапно умершего христианина нет опасности погибнуть, если он жил со Христом, но за таковых есть церковная молитва, как за рабов Божиих и милостиня, о чем пишет Златоуст в 9 томе в толковании на деяния апостолов. Иоанна 10.28. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Иоанне 17.24. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, доведят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основание мира.